Разберем задание, которое может оказаться и на ОГЭ для 9 класса, и на ЕГЭ базового и профильного уровня. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге, с размером клетки сантиметр на сантиметр, ответ дайте в квадратных сантиметрах. Решим эту задачу двумя способами. Первый способ – это нахождение площади по формуле пика. Первый способ – формула пика. Формула пика. Запишем эту формулу. S равно V плюс G разделить на 2 минус 1. Как ее расшифровать? Что такое V? V – это количество внутренних узловых точек, то есть точек, которые находятся в уголках клеточек и находятся внутри треугольника. Вот они, внутренние узловые точки. Точки в уголках клеточек, которые находятся внутри треугольника. А что такое G? G – это количество граничных узловых точек, которые находятся на границе треугольника. Например, вершины треугольника. Потом вот эти клетки, которые попадают в уголок клеточек и одновременно лежат на границе. То есть вот эти точки называются граничными узловыми точками. Ну и необходимо еще не забыть вычесть единицу. Начинаем считать. Сначала найдем количество внутренних узловых точек. И будем их отмечать. То есть вот она, одна точка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и вот здесь еще есть девятая. То есть V равно девяти. Количество внутренних узловых точек равно девяти. Сразу подставляем. То есть S равно девять. Плюс количество граничных узловых точек. Одна точка, вторая, третья, четвертая и пятая. То есть получается всего пять граничных узловых точек. Подставляем вместо G число 5. Делим на 2. И вычитаем единицу. Минус 1. 5 вторых это 2,5. 9 плюс 2,5. Это будет 11,5. И 11,5 минус единица получается 10,5. То есть получается 10,5 квадратных единиц. Это и есть ответ. Далее. Второй способ. Для нахождения вторым способом проведем через вершины треугольника. Но если бы была другая фигура, тогда бы мы провели через вершину любой другой фигуры. Прямые параллельные осям координат. Ну или можно сказать так. Вертикальные и горизонтальные прямые. То есть достроим эту фигуру до прямоугольника. Вот таким образом. И теперь найдем нужную нам площадь. То есть площадь вот этого треугольника. Который вот здесь у нас внутри. Мы найдем как разность площадей. Мы от площади большого вот этого прямоугольника вычтем ненужные площади трех треугольников. Вот этих прямоугольных. Вот это вот один прямоугольный треугольник. Вот этот у нас второй прямоугольный треугольник. И вот этот третий прямоугольник. То есть мы вычтем ненужные площади. Таким образом, сразу будем сейчас записывать. То есть второй способ решения. Мы найдем площадь треугольника, нужного нам, как разность надо от площади большого прямоугольника вычесть лишние площади трех треугольников. S1, минус S2 и минус S3. Покажем их. Предположим, вот этот лишний, первый лишний, который получился, мы обозначим S1. Вот он у нас, S1. Вот этот второй, это пускай будет S2. И вот этот еще один внизу, вот этот лишний тоже, мы обозначим S3. То есть его площадь обозначим S3. А теперь надо найти площади каждой из этих фигур. То есть сначала найдем площадь прямоугольника. Чему равна площадь вот этого большого прямоугольника? Это произведение основания на высоту. Считаем количество клеток в основании. Одна, две клетки, три, четыре, пять, шесть. Шесть клеток в основании. И высоту считаем. Одна клетка, две, три, четыре. Это значит надо 6 умножить на 4. Умножаем 6 на 4. Это и будет площадь прямоугольника. 6 умножить на 4. Далее. Минус площадь вот этого первого прямоугольного треугольника. Площадь прямоугольного треугольника равна полупроизведению длин катетов. То есть это получается 1 вторая и теперь катеты перемножим. 1, 2, 3, 4. То есть 1 катет равен 4, 2 катет равен 1, 2, 3. 3. Значит получается 1 вторая 4 умножить на 3. Минус. Площадь второго S2 тоже прямоугольный треугольник. Минус 1 вторая. Произведение катетов. 1, 2, 3. И второй катет тоже 3. То есть получается 3 на 3. 3 умножаем на 3. Минус 1 вторая и площадь третьего треугольника. 1, 2, 3, 4, 5, 6 в основании. 1 катет и 1 второй катет. Получается 6 умножить на 1. 6 умножить на 1. Считаем 6 умножить на 4. 24 минус 4 на 2 сокращаем 2х3. Это будет у нас 12. То есть 12 разделить на 2. Получается 6 минус 6 минус 4,5 и минус 3. То есть получается 24 минус 6 минус 4,5 минус 3. Получаем тогда 24 минус 6. 18. 18 легче всего минус 3 вычесть. Сначала получается 15. И от 15 вычитаем 4,5 и получаем 10,5. То есть мы получаем тот же самый результат. 10,5. Ну и теперь остается только записать в ответ это число. 10,5 квадратных единиц. Пишем ответ. Ответ. 10,5 квадратных единиц. 10,5 квадратных единиц. Задача решена.